Ну что ж, начнем. Сегодня идем на Кокжайляу. Старт у нас с остановки Акбулак по пути на Мэдэу. Из города можно добраться на маршруте номер 12. Проезд стоит с карты онлай 80 нге. Это довольно популярный маршрут в Алматы. И сюда частенько все ходят гулять. Особенно по выходным. А вот и нужный нам знак. Кокжайляу. 3,8 километров. Денцаулок жолососбаса. Схема тропа здоровья. Здесь пока что есть еще асфальт и тротуар. Так скажем, это еще не отправная точка. В плане не начала, так скажем, самого маршрута. Есть здесь лагерь Горное Солнце. Вон туда вот поворот уходит. А нам вот налево. Здесь вот заборы, заборы. Кто-то строится. Сегодня у нас 8 октября, пятница. И на часах 12 часов дня. Примерно маршрут рассчитан, я так думаю, ну, чтобы там спокойно туда-сюда сходить, вернуться часа 4-6. Смотря у кого какой темп. Недавно в горах выпал снег. Точнее, даже в городе Алматы выпал снег. Буквально вот два дня назад. И на днях вот вышло солнце, все растопило. А снег вот в тени до сих пор лежит. Так что в горах тоже местами, может быть, будет снег. Батарейка Узене. Просвещение, сдималась ее. Гидрология от Бекета. А мы идем дальше. Можно увидеть вот справа с стороны тротуар. Он местами зарос и им особо не пользуется, когда, так скажем, дорога свободна. Не думал, что сегодня в автобусе будет так много людей на 12 маршруте. Но он был полностью забит. Вот. Ехали как килька называется в банке. По пути можно увидеть вот такие таблички. Не играйте с огнем. Или не сорите, не мусорите. Честно, давно сюда не выбирался. Последний раз ходил на Кокжаляву, наверное, года три назад. Может, два. Вот. Также от знакомых слышал, что данную тропу обустроили. Этим занимались BI Group. И мне интересно, что они такого сделали на тропе. Так скажем, чтобы обезопасить ее. Ну и чтобы было понятно и ясно. А то бывали случаи, когда люди сами выходили на Кокжаляву. То есть по этой же дороге, с этой же остановки и терялись. Вот тут, видимо, находится тот самый дом отдыха просвещенец. Никогда там не был. Медеу парк. Ну и здесь знаки о том, что нельзя разжигать костры. Будьте аккуратны с огнем. А так это вот место считается парковкой. Обычно сюда вот приезжают на машинах. Оставляют и идут пешком дальше уже, как на Кокжаляву. Набери воды здесь. Родник Кумыссай. Кумыссай благо. Видимо, здесь набирают воду и домой, как говорится. Там прям кто-то набрал литров сто, наверное, не меньше. Родник Кумыссай вот здесь вот еще есть. Да, я думаю, конечно, подтает немножко. Но, видимо, сюда совсем солнце не попадает. Дорога немножко скользкая. Быть может, это кого-то удивит. Но в этой стороне тоже живут люди. То есть есть дома. Кто здесь живет, ну, еще не знаю, с каких времен. Официально, так скажем. Ну и здесь, конечно, во всю осень. Красота. Так. Кокжайлау. Вот такая вот тропа. Здесь вот информация. Сложность. Вот тут вот номера. Мы стартанули отсюда вот так. Булак. И вот дальше-дальше идем. Здесь будет Кокжайлау. По пути еще водопад будет. Так, ранее был знак Кокжайлау 3,8 километров. Сейчас знак поменялся на 4 километра. Еще до Ах-Булах километра. По пути появилось такое место. Шерпа Кэмп. Подкрепись и вперед в горы. Но здесь на данный момент сейчас никого нет. Здесь появился такой знак. Типа налево пойдешь. Уровень сложности чуть повыше. И направо здесь попроще. Типа вон туда. Хочется по старинке. Сколько раз ходил, всегда ходил через вот эту березовую рощу. Смотрите, какие здесь лестницы положили бы я игроку. Ну, реально, мне кажется, удобная вещь. Ну, кто не любит лестницы, можно также по старинке по склону подняться. Ну, слушайте, вот такую снежную погоду лестницы очень удобной. И вот почти вот дошел уже, можно сказать, до конца лестницы. И отсюда открывается прекрасный вид на город Алматы. О, какая у нас красота здесь. Даже города толком не видно, если честно. Посмотрел на сайте Aircast. Сейчас состояние, так скажем, воздуха в городе. Примерно где-то 156, 170, 180 показателей. Ужас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вот небольшая информация Краснокнижные животные и растения Идемте дальше Посмотрим, что там еще есть нового Эти лестницы оказались очень удобны Чтобы чистить обувь Ну и конечно же Вот такую Осеннюю погоду, когда Слякать есть немножко То есть снег с грязью То по лестнице спускаться намного удобнее Нежели Если бы ее не было Вот такая часть По пути Еще 2,8 километра Я уже поднимаюсь полтора часа За это время встретил 13 человек Кто-то спускается, кто-то поднимается По всей тропе ловит 4G Работает Теледва Актив Так что Пути даже можно посмотреть что-нибудь на Ютюбе Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайк И делитесь с друзьями А я иду дальше Вышел уже вот на такую Спокойную дорогу Никаких подъемов Вдоль тропы Также есть скамейки Где можно посетить Отдохнуть Сразу замечу Что вдоль тропы Нет мусорных баков Так что пожалуйста Какой мусор с собой принесли Все забрать обратно В город Все же недалеко это И снова Вот Такой вид открывается на город Ничего не видно Можно заметить что тут В свое время попадало Очень много деревьев Если я еще не показывал То со мной Вот такая палка Вот видите Для ходьбы Рюкзак Как всегда мой Там как обычно Коптер Вода Еда Рюкзак весит примерно Килограмм в 8 Ну и все В целом я одет тепло Так как Ожидал что здесь будет Прохладнее Ну и в целом Еще хочу подметить что В тени Там где в лесу был Там было реально прохладно Так что Не зря взял с собой теплые вещи О какой вид открывается здесь Просто красота Вот здесь поставили Такую большую скамейку Типа Типа смотровая точка Оттуда открывается Вид прекрасный Вон туда Смотрите на горы Красота просто Но поведение людей Конечно Оставляет Желает лучшего Немножко загадили Окурки лежат Салфетки Пачки от сигарет Салфетки К합니다 Салфетки Салфетки Немножко загадили В н ilk До встречи Салфетки College Кирк 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 КIRл прошло два часа я вот добрал до такой отметки до кокжайла еще два километра у здесь также и знак что можно здесь ставить палатки разбивать кемпинг тоже есть скамейки вон там находится медиа а вон там находится чем было где-то он там и видимо на модел какой-то стройка идет прям до сих пор слышно все дальше ухожу ухожу все равно слышно в горах рекомендую пользоваться солнцезащитным крем также можно с собой еще взять очки солнцезащитные так как вроде бы не сильно печет и не особо жарко но такое ощущение будто лицо запекается красиво конечно здесь тем более осенью вообще просто красота местами тропа проходит вдоль обрыва и красиво и страшно данная тропа настолько популярная что выходные не здесь бывают пробки можно встретить не знаю 500 там до 1000 человек может даже больше а вот сегодня пятница я максимум встретил сколько так 14 человек то выхожу из леса то снова возвращаюсь в лес тропа очень живописно всем рекомендую по возможности из лета в осень из осени в зиму и так по кругу а вот эти таблички оказывается от национального парка ля латал оказывается смог даже до медео доходит вон там можно заметить ужас ура остался последний рывок он там уже вижу начало жалява почти дошли ну вот и добрался это занял три часа последние два километра прошел за 50 минут он там стоит машина качество спасателей что ли видимо они заехали с другой стороны ущелье казачка еще 6 километров ах булак 5 а вот сама табличка кук жаляв здесь есть вот новые обустроенные беседки он там вижу они заняты походу все заняты они там наверху они свободны есть вот это только вот занят также есть вот эти старые скамейки точнее были вот и также наверху там где-то еще туалет видел как же ляу 2230 метров над уровнем моря стоит памятная доска в устье реки батарейка погиб висков данил александрович вечная память навсегда остается в наших сердцах информационная доска вот и кстати город машина спасатели стоит не знаю как бы они дежурят и так понимаю так как у меня спросили то есть как самочувствие как дела все нормально ничего не беспокоит вот раньше такого не было но очень круто как бы также заметил что вон там на горе поставили качели нужно будет туда тоже прогуляться и там наверху еще скамейки вижу а вот эти вот домики ну не домики а просто как бы место для отдыха видно что вот поставили by group внутри есть стол скамейки тут на столе либо кто-то забыл печенье и чай или это что-то вроде знаете приветственный напиток просто здесь никого нет всем приятного аппетита удивительно но наверху здесь на самом как жалил теледва вообще не ловит актив слабо ловит интернета нет вот может быть билайн работает но у меня билайна нет да кто-то на мотике сюда приехал декоративная качеля не предназначен для катания а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну все Возвращаюсь обратно Здесь я Сколько? 45 минут здесь был Покушал, попил, отдохнул Вот это, кстати говоря, знак Только что поставили при мне Сказали, что Осталось еще немножко Буквально несколько знаков поставить До завершения, так скажем, проекта на этот год Вот, говорят, может быть Еще в следующем году будут Какие-то дополнения Забыл сказать, что вот этот знак, который поставили на Каменское плато Оно, кажется, выходит к березовой роще Это вон там внизу Про данную рощу Акаин Есть отдельное видео на канале, есть что Солнце уже заходит И прям ветер стал холодный Ух, сейчас уже почти 4 часа дня Я думаю Отличное время, чтобы вернуться обратно Кстати, сегодня, видимо, кто-то даже на Кокжалево ночует Видел пару палаток Походу, ближе к вечеру смог Вот, поднимается в горы Аж до сюда вот добрался Смотрите, как ужас Все еще спускаюсь Добрался вот до этого места Где большая лестница И березовая роща Вот, оказывается Ну, у кого-то, скажем, есть проблемы с коленями То эти лестницы будут не ахти Тяжело спускаться А так, в такую погоду, когда вот грязь И скользко, то эти лестницы прям вот Очень нужны Прям к месту На данный момент я сейчас спускаюсь уже не по лестнице Так как до этого спускался Так как до этого спускался И ноги устали от них Слишком много лестниц И колени тоже, как говорится, болят уже Итого Итого Сегодня я встретил 24 человека в горах Из них 4 были спасатели Один парень вообще на мотоцикле был Вот, поинтересовался по поводу лестниц Сказали, что Спускаться по ним просто адский труд И подниматься тоже, если честно Говорят, в них большой плюс зимой Нескользко И вот такую грязь А в остальное время То есть летом, я так понимаю Ну, особенно вот Кого я шел, видел Это взрослые в основном были Они говорили то, что им тяжело То есть страдает коленный сустав Как бы Вот именно вот это сгибание Очень тяжело Обратно спустился к остановке Спуск занял полтора часа Подъем получается 3 часа И примерно час я там отдохнул Ну все Пора ехать домой Спасибо До скорой встречи И пока-пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok